Добрый день дорогие друзья, с вами снова Юрий Пузыревский и в этом коротком видео я поделюсь с вами сразу двумя способами, которые помогут вам быть более уверенным в себе во время процесса общения. Очень часто во время общения бывают такие ситуации, когда нам кто-то что-то сказал и нас это задевает. Ну вот прям сильно задевает, прям больно и мы можем еще в течение нескольких дней прокручивать эту ситуацию из пустого в порожнее и так далее и тому подобное. Первое на что я хочу, чтобы вы обратили внимание, что ситуация она происходила в моменте, она была, но в какой-то момент она закончилась и все остальное ваше переживание, оно уже происходит у вас внутри в голове. Очень важно это запомнить, потому что иногда, когда нам сделали больно, когда нам сделали неприятно, сказали какие-то неприятные вещи, нам кажется, что это происходит на длительный срок, да. То есть мы сами того не осознавая, мы растягиваем вот это вот болезненное переживание. Давайте теперь поговорим, почему нам делают так больно. Нам делают больно, скорее всего, не специально, но тот человек, который вам сказал какие-то слова, он попал в вашу ценность, то есть он задел что-то, что для вас очень важно. Например, что это может быть? Ой, ты еще не замужем, тебе уже 30 лет. Если для вас ценность замужества важна, то вас эти слова будут обижать и оскорблять. Или если ты разведен или ты разведена в 30 лет, то на тебе уже можно крест поставить. Если для вас ценность семьи важна, и вам кто-то скажет такие слова, конечно же, вам будет неприятно, больно и может быть даже обидно. Или кто-то может сказать, ой, ты еще не зарабатываешь там 1000 долларов или 2000 долларов. И это может вас задеть, если для вас ценность денег важна. Или сейчас прям у нас в нашем современном обществе можно задеть даже человека тем, что у него мало подписчиков в инстаграме. Такое тоже может быть, если для этого человека конкретного ценность, количество подписчиков очень важна. Теперь инструменты. Как с этим быть? Вы уже поняли для чего. И у каждого из нас в нашем жизненном опыте такие ситуации случаются. Первое упражнение, которое я вам хочу подсказать, оно называется пружина уверенности в себе. Представьте, что у основания ваших ног, как у этого человечка, приделана некая пружинка. И представьте, что тот человек, который вам что-то говорит, его слова можно каким-то образом визуализировать. Как пуля, как стрела металлическая. И вот стрела летит, и если у вас на ногах пружина, то вы просто от этого уклоняетесь. Пуля пролетает мимо, и вы снова выгибаетесь. То есть, если говорить так в действительности, вам нужно представить, что у основания ваших ног стоит такая прям пружина. И в момент, когда вам кто-то что-то говорит, вам нужно уметь так уклоняться, как в фильме «Матрица». И это совершенно нормально, если вы будете вживую. Это делать не нужно, но нужно представлять, как будто вы увернулись, и это что-то пролетело мимо вас. Это первый лайфхак. Он очень хорошо работает, его просто нужно попрактиковать. Также есть аналогичная техника. Вместо пружинки вы можете представить, что вы травинка. Просто обычный стебель травы. Что происходит во время урагана? Дует сильный ветер, травинка нагибается. Но сносят деревья, сносят машины, сносят большие дома. Но когда ветер заканчивается, трава снова поднимается. Вы можете представлять себя и травинкой. И в тот момент, когда в вашу сторону летят какие-то неприятные высказывания, либо упреки, вы представляете, что это пролетает мимо вас, и там где-то врезается в другом месте, а вы после урагана опять поднимаетесь. Также можно использовать еще метафору водоросли. Знаете, водоросли в воде, они вот такие вот плавные. И если в них чем-то попытаться застрелить, они, как правило, прогибаются. Следующая техника, это в моменте. Вот та техника, которую я вам рассказал, вы ее можете делать в моменте. Следующая техника, она уже посттравматическая, я ее так назову. Что это значит? Если все-таки вас задели, если все-таки вам сделали больно, и вы продолжаете какое-то время носить в себе эту ситуацию. Техника заключается в том, что вам нужно визуализировать того человека, который вам что-то сказал, прям представить его. Можно даже представить тот, можно даже вспомнить тот контекст, ту ситуацию, в которой это происходило. И вот вы представляете этого человека, и вы представьте, что из его рта в виде либо какой-то энергии разноцветной, либо в виде стрелы, либо в виде каких-то там металлических слов. Вот летят эти неприятные слова в вашу сторону. В какой-то момент времени, когда вы представляете, что в вашу сторону что-то летит, вам нужно взять руку и сказать «стоп». И представьте, что здесь у вас на руке стоит щит, такой энергетический, да. Говорите «стоп», и от этого щита отлетают слова обратно в сторону вашего обидчика. Только в этот момент, когда вы сказали «стоп», проговорите такую фразу. «Я отдаю тебе твои слова обратно». И можете представить, как в обратной перемотке эти слова возвращаются, и он так проглатывает эти слова обратно. Но в этой технике еще один важный шаг – нужно этого человека поблагодарить. Просто обратиться. Когда вы уже сделали это все, он забрал свои слова обратно и проглотил их, вы можете сказать «спасибо тебе большое за то, что ты мне напомнил о моей ценности. Спасибо тебе большое за то, что ты мне в очередной раз напомнил, что то, что ты говоришь, для меня ценно и важно». Вот такая простая техника. То есть визуализировали человека, визуализировали слова, как влетят в вашу сторону, сказали «стоп», энергетическое поле, возвращаю тебе твои слова обратно, они возвращаются и говорите «спасибо тебе за то, что ты мне напомнил о моей ценности». Все, мои дорогие, эти две простые техники берите на вооружение, они очень действенны. Я этим техникам обучаю многих своих клиентов, которые приходят с коммуникативными запросами. Очень хорошо этим техникам обучаются дети, поэтому делитесь, рассказывайте, и пускай более уверенных в себе и более стойких людей в нашем обществе становится больше. Поделитесь в комментариях под этим видео, какими еще техниками вы пользуетесь для того, чтобы быть более уверенным во время коммуникации. Также поставьте обязательно лайк, подпишитесь на канал. И напоминаю вам, что на нашем канале идет сейчас розыгрыш. Когда мы наберем 1000 подписчиков, я выберу одного, может быть даже двух людей, которые активнее всего комментируют мои видео и впущу их на курс NLP Practic Online бесплатно. Может быть, это будете именно вы.